Всем привет! Очередное видео, в котором я отвечаю на ответы своих подписчиков. Обычно это новички. Задают его мне их в группе в ВК, либо задают в комментах под видео. Стараюсь везде отвечать и наиболее часто задаваемые вопросы я стараюсь освещать. Вот был такой вопрос у меня. Значит парень запек карту нормалей на винтовке и повылазили вот такие артефакты. Чего, почему? Ну вкратце я ему объяснил почему и что делать, но для более подробного описания все-таки лучше наверное рассказать, потому что не он только один задавал этот вопрос, уже несколько раз отвечал. Думаю стоит записать. Плюс еще здесь освещу несколько типичных проблем, которые возникают при запекании. Так, значит с чего начну? Я не буду открывать такую винтовку, это нет смысла. Значит у меня есть High Poly модель, с которой я буду запекать в нормале. Есть вот такая вот еще Low Poly модель. У меня их несколько под все варианты. Значит одна Low Poly модель, у нее UV координаты вот такие вот. Здесь каждый Hard Age разрезан. Что такое Hard Age? Это стык двух групп сглаживания. То есть два полигона, находящиеся в одной группе, они вот тут соединены, ну говоря майским языком, Soft Age, то есть мягким ребром. А там где у нас есть такой жесткий переход, это у нас Hard Age, то есть твердое ребро. Запомните, когда вы запекаете карту нормалей, если у вас есть стык двух групп сглаживания, там образуется острое ребро, его нужно обязательно разделять вот как у меня здесь на UV. Иначе у вас появятся вот такие артефакты. Сейчас я пропеку все это дело и покажу разницу. Значит следующая моделька, это вот такая вот, та же самая моделька, но на ней одна группа сглаживаний. То есть вот это все это Soft Age. Ну и еще одна моделька, на ней вот такие вот UV координаты, то есть все то же самое, везде Hard, но Hard не разрезаны. То есть все вот так вот сшито, для того чтобы вся моделька была целая. Ну что, давайте начнем. Render to Texture. Вот так вот приходится открывать. Так вроде работает. Ладно, значит, где у нас тут мой нелюбимый Scene Explorer. Жалко, что в 20-ом Максе не очень хорошо работает Outliner. Скрипт для Макса. Ох ты, боже ж ты мой, а что ж такое? Вот, пошло. Что мне тут надо? Мне нужна Low Poly модель и High Poly модель для того, чтобы начать запекать. Значит, я включаю Render to Texture. Из движков настройки Setup открываем. Здесь вполне Scanline устраивает Renderer. В настройках Renderer ставим какой-нибудь фильтр типа Cut Malorum и сделаем Enable Global Super Sampler. Поставим Adaptive Haltone, либо просто можно в Hammer, если не важно. Вот где-то примерно такие значения поставить и будет нормально. Не быстро и немедленно печься. Ну, нормально. С хорошим качеством. Так, по настройкам закончили. Давайте добавим сюда Enable Projection. Выберем то, что у нас будет печься. Это вот High Poly. Наша высокополигональная модель. Видите, добавился модификатор на Low Poly модель, в котором есть High Poly объект для запекания. Добавляем сюда использование Normal Map, ее мы будем печь. Указываем, куда будем печь. Tag Normal Hard, будем называть его. Пускай будет формат PNG. RGB 24 бита, альфа канал нам не нужен. Окей. Так, гамма 2.0 у нас отключено. Гамма 2.2. Да, я работаю обычно без гамма коррекции. Размер пускай будет 1024 на 1024. Галочку Render to Files Only, чтобы ничего не назначало, просто создало файл и сами все назначим. Так, Automatic Mapping нам не нужен. Мы будем использовать перепекание с канала, не с канала на канал, ну да, с канала на канал. Используемый UV канал и тут используемый UV канал первый, первый. Паддинг. Ну, поставим, допустим, 4 пиксела. Вроде все. А, нужно еще кейдж настроить. Кейдж. Я его резечу. Где он тут? Резет. И увеличиваю чуть-чуть вот так вот, чтобы он был, ну, короче, размер кейджа, чтобы проецирование было, чтобы было куда что-то проецироваться. Вот. Так, смотрю, чтобы ничего нигде не пересекалось. Ну, пускай так будет, в общем-то, не сильно я гонюсь за качеством, лишь бы оно сейчас вот чуть-чуть было больше, чем high-poly моделька, и этого достаточно. Нажимаем Render. Ждем, пока оно пропекается. То, что сейчас в сцене, кстати, вот это вот изображение тоже очень часто задает вопрос, что это такое, почему у меня карта нормалей серая. Ребят, это не карта нормалей. Это всего лишь рендер. Рендер вашей текстуры, он просто отображается так. Вот. Поэтому карта нормалей, она у вас будет сохранена в виде файла. Это просто моделька. Рендерится так, как ее видит рендер в сцене, просто в виде вот такой вот UV, вместе с тенями и со всем. Вот. Давайте теперь посмотрим на нашу модельку. Вот она. Я сделал ее копию, ну, чтобы сюда ничего не назначать, просто чтобы она была рядом. Значит, открываем редактор. Ну, как этот, Material Editor. Назначаем материал. Назначаем название hard, просто чтобы понятно было. Ну, и здесь я указываю использовать эээ, не туда. Это же Bitmap, а нам нужна карта нормалей. Bump. 100%. Здесь мы используем Normal Bump ноду. И здесь уже используем нашу Bitmap. Bitmap. Здесь то, что у нас запеклось. Вот оно. Assign Material T-Selection. Назначили объекту, ну, выделению наш материал. Ничего не видно, поскольку у нас материал не показывает нереалистичную текстуру. Но это, чтобы показало нашу текстуру, именно с самим шейдингом, нужно включить галочку Realistic Material Webmaps. И вот, смотрите, наша моделька, она хорошо запеклась. То есть, вот здесь вот никаких артефактов нету. Все углы пропечены очень-очень хорошо. Окей, отложим модельку в сторону. И теперь посмотрим второй вариант. Второй вариант, это где то, что мы будем запекать модельку, на которой ничего не порезано. То есть, смотрите, вот наша EVMAPа. Видите, все сшито. То есть, харды все сшиты. Ну, за исключением вот этого вот участка. А так все здесь пошито. Ну, и где-то там еще разрезы, которые есть, там еще ничего не сшито. Опять же таки, включаем Render to Texture. Все те же самые настроечки у нас сохранились по поводу рендера. Теперь добавляем только лишь сюда то, что мы будем печь. Добавляем High Poly модель с канала на канал. Padding 4 пиксела. Используем, будем печь мы карту нормалей. Normal Map. Размер 1024 на 1024. Название. Normal. Soft. Тот же самый PNG. Цветной 24 бита. То есть, 8 бит на канал. 8 на 3, 2, 4. Ну, и все настройки те же самые. Рендерить только материал. И все. Reset Cage. Немного его пушнем. Чтоб он перекрывал наш Mesh. High Poly Mesh. Поднимем вот это. Поднимем вот это. Ну, вроде нигде больше ничего не перекрывает. Все, этого достаточно. Огонь. Тот же самый рендер. Закончила печься. Как видите, развертка чуть другая. Но все то же самое. Теперь. Скидываем копию. Открываем редактор материалов. Делаем копию материала. Пишем вот у нас soft. По материалам. Модификатор удаляем. Он нам не нужен здесь. Назначаем. И вместо той карты нормалей подгружаем другую карту нормалей. И как видите, вот они все артефакты повылазили. Чек, чек, чек. То есть там, где все сшито. Вот здесь не сшито. Здесь не сшито. Здесь не сшито. Тут все нормально. А вот там, где все пошивалось, как видите, раз, 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 раз. Все повылазило. И вогнутая, и выгнутая поверхность. Почему это происходит? Давайте я открою Photoshop и покажу. Что такое вообще карта нормалей? Карта нормалей – это вспомогательная текстура, из которой берется информация о том, как наклоняется наш пиксел. Так. Вот наша карта нормалей, та, которая разрезанная по хардам. И если мы посмотрим на каналы, а каждый канал отвечает за наклон пиксела, то мы видим, что у нас с этой стороны светло, с этой стороны темно. В другом канале снизу светло, сверху темно. Ну и в третьем канале есть что-то, какие-то градации серого цвета. Каждый канал отвечает за наклон пиксела, как я и сказал. Что это вообще происходит и как оно работает? Значит, смотрите. В нашей модельке есть вот этот, вот это вот. На нашей модельке есть текстура. И, грубо говоря, спроецирован на нашу поверхность, вот так вот, как-то она по пиксель. Вот. Наша модель, она как была плоская, так и осталась. Геометрия у нее изменилась. Но каждый пиксел во время рендера, он наклоняется. Ну, например, как-то вот так вот. То есть в эту сторону. А те, которые пикселы здесь находятся, они как были ровные, так и остались. Но чем они ближе сюда к углу, тем они больше наклоняются. Если мы посмотрим как-нибудь сбоку на него, ну, например, вот у нас угол, то когда мы нашу модельку смотрим сбоку, то на рендере наши пикселы, если мы хотим получить вот такой вот закругленный угол, то, 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 так где-то цвет, вот он. Пикселы эти, они ровные, 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 а чем ближе сюда к углу, тем они как бы чуть-чуть вот так вот немного изгибаются. И когда мы смотрим, то получается, что во время рендера эти пикселы кажутся так, как будто они загибают геометрию. Ну, на самом деле, они остаются на месте, но как бы и загнуты. Вот. За наклон пиксела у нас должно быть, ну, не знаю, как-то указать, как оно загибается. Значит, для этого используют у нас три канала на UV текстуры. Красный канал, зеленый канал и синий канал. Красный канал отвечает за наклон пиксела вправо или влево. То есть, ну, представьте, что у нас есть пиксел, вот он в трехмерной пространстве, и его нужно наклонять сюда и сюда, ну, вправо-влево, и вперед и назад. Вот это его там центр, и таким вот образом у нас как-то такая нормалька показана, куда он смотрит. Так вот, за наклон пиксела вправо-влево отвечает у нас красный канал. За наклон пиксела вперед-назад отвечает синий канал. Ну, и зеленый канал отвечает, честно говоря, я так, может быть, сильно утрированно скажу, но смотрите, там, где у нас high-poly модель параллельно low-poly модели, там белая, а там, где у нас происходит загиб, происходит вот такая вот градация цвета. Причем, неважно, загнуто она у нас внутрь или наружу, она просто серая. То есть, грубо говоря, это показатель того, отличается ли пиксел или нет от одной модели на другой, от low-poly модели на high-poly модель. Как бы это сказать, ну, повернут он или не повернут, типа такой, как триггер. Каждый канал имеет 256 оттенков серого цвета, то есть, цвет 0 черный, цвет 255 белый. Среднее значение, это там 127 или 128, в зависимости от того, откуда вы считаете, от единицы или от нуля. Вот, значение серого, это значит, что у нас пиксел никуда не повернут. Чем он чернее, тем он поворачивается в одну сторону, чем белее, поворачивается в другую сторону. Соответственно, и на другом канале все то же самое, только вверх-вниз. Микшируя эти два канала, мы получаем вот такой вот наклон пиксела. Ну и добавляется третий канал, у нас получается вот такая вот развертка. То есть, средний канал, это среднее значение величины, это серое, 127, отрицательное это 0, положительное это 255. В зависимости от того, какой тип карты нормали вы используете, DirectX или OpenGL, у вас надо канал свапать. Но в этом позже, потому что, возможно, это чуть-чуть сложный термин, нужно чуть-чуть подготовиться. Вот, короче, два основных вот этих канала, они отвечают за наклон пиксела. И цвет этого пиксела, он трансформируется в величину угла наклона этого пиксела. И плюс добавляется сюда еще, как это сказать, сам шейдинг вашей модели. Ну, как бы, ну, блин, информация о вертексных нормалях, наверное, так сложновато сказать. Короче, берется информация от Smooth Group и добавляется информация пиксела, самого этого наклона пиксела, и мы получаем вот такой вот заворот, видимость заворота здесь. Если у нас, как бы это сказать, у нас есть какая-то определенная граничная величина, на которую пиксел может повернуться. Она не превышает там определенного угла. И если у нас здесь нету разреза на UV, то получается, что здесь выходит такой артефакт. То есть, шейдинг Smooth Group плюс наклон пиксела, он, ну, в этом моменте, вот здесь, перескакивает определенную величину и получается такой, как бы, выворот. Так делать нельзя. Запомните, если у вас на слик двух групп сглаживания, либо Hard Edge, на здесь нужно делать разрыв. И тогда вот такого вот у вас не будет. Будет запечено, вот как вот здесь вот все, гладенько и красиво. Что же делать, если у вас получается вот такая вот ситуация, что где она? Вот такая вот. Когда все сшито, но при этом не хочется его как-то разрывать. Ну, можно попытаться исправить все при помощи того, что вы все объедините в одну группу сглаживания. Либо везде расставите другим языком софты. При этом у вас на карте нормали получатся градиенты, но частично вы себя спасете от того, что появятся вот такие вот артефакты. Давайте посмотрим результат, который получается в данной ситуации. Опять же таки открываем Rendering, Render to Texture. Все те же самые настройки, что и остались. Добавляем Enable Projection, выбираем High Poly Model, с которой мы будем печь. Ставим Padding, ну, 4 пиксела. Добавляем карту нормали. Размер 1024 на 1024. Имя, имя, сестра, имя. Будем называть Normal, Smooth, огонь. Собственно, развертка, ну, рендер сам ничем не отличается от финальной картинки, но что из себя сейчас будет представлять группа картинка сама по себе, сама текстура. Вот она представляет такие градиенты, то есть теперь карта нормали, она будет складываться именно вот с такой вот моделькой. То есть смотрите, вот у нас красный канал, да? Если раньше у нас здесь был разрез, вот он, и у нас здесь мы ограничиваемся цветом, то здесь у нас получается вот такой переход от полностью белого до черного и снова потом в белое. Попробую нарисовать. Значит, у нас вот такой вот острый угол визуально представляется вот таким вот не-не-не, очень плавно нарисовал. Примерно вот так вот представляется на рендере. Ну, из-за Smooth Group. Вот. И сюда мы пытаемся вот до этого угла достроить под столько. И получается, что мы имеем градиент не на вот этом вот участке коротеньком, а мы уже получаем градиент на вот таком вот участке. Давайте посмотрим теперь в Максе что же у нас получается. Я беру копию этой модельки. Открываю редактор материалов, делаю копию материала, обзываю его Smooth, назначаю, и вот получаю такую модельку. давайте я все раскрою и посмотрим на них. Первая моделька, вторая и третья. Правильная карта нормали. Здесь вот где-то только баг появился из-за того, из-за того, что кейдж не сильно правильно настроен. Здесь у нас отрицательный результат не очень хороший, как не надо делать. И здесь наша моделька, у которой одна группа сглаживания, везде все шито по UV и карта нормали с большими градиентами. Правильные варианты по работе это вот этот и вот этот. Значит, вот этот классический именно правильный вариант, которым, грубо говоря, не придерешься. Вот этот вариант, как по мне, он не очень правильный и, ну, как бы сказать, профессионалы считают его не очень профессиональным, то есть запекание с вот такими вот градиентами. Но карта нормали, она для того и создана, чтобы вот этими градиентами или с собой не только сглаживать углы, но и добавлять детали, которые сложно добавить при помощи обычной геометрии. Кроме того, она еще выправляет шейдинг. Как видите, у вас была вот такая гнутая модель. Вот сейчас она, вот она. Вот такой вот обмылок. Но благодаря тому, что вы этот обмылок добавили к нему карту с градиентами, у вас она вышла вот такой вот красивой. Для чего так делают? Для того, чтобы повысить производительность. Есть такое требование у разработчиков игр, что чем меньше шеллов у вас находится в развертке, чем меньше отдельных островков, тем более быстрее обрабатывается модель. Это я утрированно сказал, извините, утрированно сказал, но грубо говоря, если говорить так, что чем меньше шеллов, тем быстрее модель обрабатывается. Чем меньше хардов, софтов, чем меньше хардов у вас, меньше разрезов, тем быстрее модель обрабатывается. Ну и там еще куча всяких нюансов, по которым стоит записать видео, в котором можно сказать, где нужно экономию проявлять, чтобы модель вашей сцены быстрее обрабатывалась. Так вот, бывает так, что нужно запечь карту нормалей на модельку с софтами и вот получается вот такой вот результат. То есть запечена карта нормалей с градиентами, но тем не менее она шейгинг выправляет и моделька выглядит хорошо. Знаете, как говорят, иногда нужно запустить игру так, чтобы она работала на любом калькуляторе, не обязательно на топовом железе. поэтому с целью популяризации игры там среди масс, среди новичков, школьников, у которых нет денег на мощное железо, пытаются всячески игру прооптимизировать. Один из вариантов такой оптимизации это вот склеить модельку поместить в одну, короче, геометрию модельки поместить в одну смуз-группу и запечить на нее карту нормалей с хай-поли. Она, конечно, будет с градиентами, но зато она будет сама моделька быстрее обрабатываться. Это вот первый вопрос как раз таки тот, который я хотел осветить касающийся разрезания хардов и софтов и групп сглаживания у карты нормалей. Следующее, что я хотел бы осветить это настройка кейджа. Что такое кейдж? Вы уже видели. Давайте я еще раз запеку карту нормалей. Лишнее я поскрываю просто чтобы глаза не мозолевая. Давайте немножко добавим геометрию в нашу сцену. Так, это будет у нас лоб поле моделька. Проджекшн я и уберу и добавлю сюда какой-нибудь ну, например, еще один боксик. Так, боксик я тоже порежу по хардам. А, надо же сейчас оттачить ее с этой группой, с этой моделькой. Так, теперь у них разный density появился по чекеру. Видите, там больше, там меньше. для того, чтобы выровнять чекер, выровнять density, я использую такой скриптик, называется Dance With Me или Happy Density Tool. Значит, вы выбираете, например, размер текстуры, под которую вы должны его, как это сказать, разложить, да, используете модификатор Unwrap UV, выделяете этот плоскость, которая развернута, считываете, величину density. Что такое Texel Density? У меня есть отдельное видео, посмотрите на канале. Грубо говоря, это то, сколько у вас пикселов вылазит по длине реальных пикселов текстуры на погонный метр реального метра объекта. То есть, например, если Texel Density 100, это значит, что вот этот полигон, если он размером метр на метр, то на него влезет там 100 на 100 пикселов. Если у вас текстура там, например, 1К и Texel Density 300, значит, на этот метр у вас влезет из этой текстуры 300 на 300 пикселов. Фух, закончил. Теперь, значит, я вычислил Texel Density и теперь мне нужно взять, выделить весь объект вот этот вот и ему указать тоже использовать такой же Texel Density. Вот он уменьшился, уменьшился и теперь у него размер чекера одинаковый. Я не буду их где-то далеко вот так вот раскладывать, положу просто рядом. Вот, что я сюда сделаю, я сюда добавлю это что у меня два поля модель, да? Да. Значит, мне нужно сделать копию этой же модельки на High Poly. Так, High Poly сюда приоттачили, добавили несколько лупов Support Aj для того, чтобы немного сгладить. Так, что такое? Вот, все, нормально. Продолжаем развлекаться, продолжаем печь. Значит, смотрите, теперь, что касается кейджа. Кейджа, это такая штука, которая показывает, как лучи, которые просчитывают разницу между High Poly и Low Poly моделью, вот, видите, она здесь, вот, разница вот такая, вот, на виде сбоку, да? Вот, показывает, насколько, откуда вы должны эти лучи проходить. То есть, у нас, возле нашего объекта, вокруг, должна быть какая-то такая, не плоскость, а, ну, в общем, короче, фигура, которая, ну, как бы, пушнутый наш объект, лучи, из которой будут просчитывать дистанцию от Low Poly модели до High Poly модели. Ну, вот так вот они будут идти. И если где-то этот кейдж пересекается друг с другом, то образуются там артефакты. Значит, смотрите, открываем мы заново Render to Texture. Настройки те же самые. выбираем выбираем High Poly модель причем с канала на канал с первого на первое, с High Poly на Low Poly модель модель будет называться у нас текстура будет называться Normal Cache и давайте пропечем ну, вот так вот, как сейчас оно есть. Что мы видим? Вот таким вот черным цветом показан наш кейдж, то есть лучики, они будут идти вот из этой точки, ну, примерно вот сюда. Они будут идут, 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 пересекаются с Low Poly моделью и потом считается расстояние, сколько было потрачено до High Poly модели, вот до вот этой точки. Ну, информация о вот этом записывается в виде графического файла. в каждый канал. Вот тут вот у нас, если вы обратите внимание, так, вот здесь вот, может, там видно будет на виде сбоку. У нас получается High Poly моделька, она вот так вот выгнута, вогнута, да, и она пересекает кейдж, то есть вот этот вот, ну, ребро, оно находится практически внутри High Poly модели. Соответственно, лучи, которые будут просчитываться, им, в общем-то, некуда проходить. Вот если у нас вот вообще вот так вот даже будет, да, а мы сейчас наверное так и запечем, то получается, что, где этот карандаш, луч, он, ну, как бы, появляется внутри High Poly модели, доходит до Low Poly модели и дальше идет как бы в никуда, то есть останавливаясь, у него нет места, нету дистанции, которую просчитывает, которую он должен просчитать, то есть если бы он отсюда вошел и просчитал дистанцию от High Poly модели до Low Poly модели, он что-то бы записал бы, а так, поскольку у нас вот этого ничего нет, то получается на месте вот этой текстуры будет дырка, что в общем-то сейчас и продемонстрирую, вот, кроме того, если у нас вот этот вот кейдж, ну вот, вот это, например, как сказать, сильно большой у нас он будет, да, сильно далеко он будет выдвинут, сильно далеко он от модели отодвинулся, то у нас получится, что та же самая ситуация, мы попадаем внутрь High Poly модели и у нас будут здесь вот какие-то артефакты, давайте пока с дефолтными настройками пропечем и посмотрим, что у нас получается я думаю, что нет смысла сильно за качеством гнаться, поэтому я зайду в Setup и в Setup здесь чуть-чуть настроечки убавлю по качеству будет чуть-чуть быстрее печься так проверяем все есть да огонь если обратите внимание то вот здесь появились красные полоски не знаю как в какой другой программе но Max всегда показывает красным цветом те места на которых появляются артефакты давайте посмотрим что у нас получается на самой модельке нажимаем копия отключаем projection и будем на ней все тестировать давайте создадим копию материала чтобы далеко не ходить обзовем ее ADD типа дополнение и сюда добавим текстурку так а как она у нас называлась cage вот cage назначили и вот мы видим так что-то 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 прошло не по плану скорее всего где-то мы здесь где-то мы здесь скорее всего набокопорил я с разверткой что-то пересекается где она ну конечно она осталась вообще за за бортом видите я ее не сюда не повернул и получается она где-то вот тут вот себя обнаружила так чуть-чуть поправим сейчас не проблема хардкат добавляем сюда модификатор UV вот и в пустое место сюда положим вот этот вот хранит ну этот вот это ребрышко коллапсим стек модификатор UV хранить необязательно и вы можете сколлапсить и вся информация о нем будет пропечена в модификаторе edit poly заново нажимаем печь рендер допускай перепечется перепишется так оно запеклось как видите здесь еще появился один артефакт это появился от того потому что кейдж пробился внутрь вот этой вот геометрии чуть позже мы его увеличим и я более подробно покажу результат который получается давайте заново назначим сюда текстуру ну вот как видите все вроде как нормально но вот в тех местах где кейдж пролезает внутрь меша получаются такие вот артефакты ну и вот здесь видите кейдж пролез внутрь и он сюда тоже пропек текстуру давайте еще больше сделаем как бы это сказать преувеличим все чтобы все видно было я вот так вот опускаю кейдж давайте сначала зарезетим его просто все зарезетим и теперь просто его пушнем вот как видите здесь вот везде кейдж перекрыл хай поле модель все нормально а вот в этих местах не перекрыл поэтому здесь я чуть-чуть больше вытянул нет перекрыл здесь конечно да но не так как мне хотелось бы вот здесь чуть больше вытянул и здесь смотрите если я преувеличивать так преувеличивать вот так вот засуну кейдж а здесь ну прям таки аж вот так вот да вот в общем так я поиздевался немного над ним и давайте теперь снова пропечем это не показывает мне это сообщение давай заново будем печь без вопросов как видите в тех местах где я поднял кейдж он у меня артефакты исчезли то есть стала чистая картинка давайте посмотрим что получилось здесь а вот тут вот как раз такие артефакты остались то есть вывод какой для того чтобы все было нормально нужно кейдж максимально качественно настраивать тут кстати не получилось у меня ничего показать вам каких-то артефактов да удивительно но тем не менее знаете что для того чтобы как я сказал правильно все печь нужно правильно все настраивать давайте теперь возьмем вот это вот все подымем вот так вот это вот вот так вот вот и теперь ничто не ничего не касается и будет в общем то теперь нормальная процесс запекания так жмем render видите пропеклось все нормально нет никаких артефактов единственное что осталось вот здесь давайте его исправим попробуем что сделать попробуем вот эти вот точки опустить очень низко и давайте посмотрим что здесь сейчас получается как видите при настройке хорошей хорошего кейджа все исчезло и вот такого перехлестывания не получается результат достаточно такой чистенький у вас получился в общем то запомните еще раз уже наверное в третий раз говорю хороший кейдж это очень 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 важно вот как-то у меня кстати еще был один вопрос что же делать если у меня порезанный меш не порезанная как эта моделька так где она у нас тут смуз вот она так 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 не это а вот это вот то что ж такое софт вот это вот что же делать если у меня допустим там моделька уже очень сложно в ней сделана развертка но у меня модель имеет харды но при этом она не порезана уже нарисована текстура можно ли как-то исправить например если мы откроем нашу модельку откроем развертку и просто возьмем и сделаем вот здесь вот ну разрывы да то есть вот так вот сделаем 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 нажмем break то есть фактически видите мы сделали разрывы но у нас моделька не отделена друг от друга у нас нету паддинга у нее давайте попробуем посмотреть что же получается если у нас у модельки есть хардэйджа но при этом у нас разрезы есть но шеллы друг от дружки не отделены давайте возьмем эту модельку откроем запекание тут уже все у нас настроено единственное что давайте только обзовем текстуру чуть-чуть по-другому будет у нас она софт называться но софт кат печал вот такой вот результат давайте сделаем копию как видите ничего не спасло то есть если у вас есть моделька с хардами на ней все порезано но паддинг не выдержан придется вам либо перемоделивать модель либо попробовать ее все объединить в одну смуз-группу и тогда возможно у вас будет все нормально с шейдингом и карта нормали вытянет его у вас ну что давайте теперь перейдем к следующему вопросу значит что бывает если я запек модели в одной программе смотрю в другой и какие то вот вроде все нормально все классно но все равно что-то появляется не так покажу пример Евгений задал вопрос вот у него в анриале все нормально смотрится а вот в макс плюс в рей получается все очень нехорошо значит смотрите есть как я уже говорил два типа карт карт нормали это карт нормали под OpenGL и карты нормали сделаны под DirectX это два таких основополагающих не движка а как это сказать технологии обработки трехмерной графики OpenGL и DirectX разница у них в том что если смотреть по текстуре то ну как бы я это сказал есть такая вещь как нулевой пиксел у кого-то отчет идет с нижнего края а у кого-то с верхнего края то есть сюда 0 а сюда идет 1 2 3 4 5 и так далее у другого 0 1 2 3 4 5 ну и грубо говоря если смотреть как это выглядит на текстуре условно если мы поставим источник света то DirectX в формате OpenGL так сейчас я возьму например желтый цвет и напишу перо возьму перо удобнее писать OpenGL у нас свет идет снизу и отсюда если мы посмотрим на наши каналы то мы видим что да свет идет отсюда а отсюда получается как бы темнота снизу у нас свет идет отсюда а сверху у нас получается темнота ну это как если бы лампочку поставили то есть лампочка у нас находится вот здесь если совместить два канала в DirectX формате там все так же само только красный зеленый канал в зеленом канале у нас свет идет сверху и по моему кстати вот здесь в общем короче сейчас попробуем запечь и посмотрим чего там происходит значит запекать мы будем в другой программе будем мы использовать для этого ну например Marmoset вот открываем Marmoset и нам нужно сюда сэкспортировать две модельки одна моделька у нас наша будет это High Poly вторая моделька это будет Low Poly Cut так давайте просто чтоб не мешало удалим все лишнее и нажмем Export Selected так вот так вот из настройках FBX я оставляю только Smooth Group и Turbo Smooth и Convert Deformable Dummies to Bone третья кнопочка давочка нужна в основном для рига там где какие-то части костей взяты как дамики вот все остальное игнорирую анимацию латнинг и всякое такое это у нас была High Poly модель нет это у нас была Low Poly модель значит тогда High Poly будет модель вот это чуть-чуть ошибку сделал High Poly Normal вот это вот а Low Poly это будет вот эта модель название название такие просто для того чтобы понимать что это вот они так открываем Marmoset добавляем текстуры текстуры говорю модельки где же они у нас тут так High Poly Norm и LLL KLM Low Poly Norm неудачное название сделано неважно пускай будут High Poly Norm Low Poly Norm так добавляем сюда Baker High Poly кладем в High Poly Low Poly в Low теперь настраиваем Cage ну в принципе устраивает он меня может даже быть и вот таким указываем куда сохранять текстуру обзовем ее давайте Normal Box не важно название Normal Box в Baker ну что я укажу здесь просто вот такие вот параметры паддинг 4 пиксела причем нормали тип 3d studio max давайте тогда текстуру будем под max называть OGL что будет говорить нам что это OpenGL Bake и вторую текстуру которую мы запечем будет она у нас DirectX так тип ну тут его называют Maya ну фиг с ним пускай будет Maya о текстура кстати 2k запекается ну ладно пускай будет 2k не страшно Bake и вот теперь мы возьмем ну геометрия то у нас никуда не пропала значит возьмем мы нашу low-poly модель одну мы обзовем OGL вторую мы обзовем DX и вот смотрите значит сюда там где у нас OGL мы подгрузим текстуру ух тихно вот она там PSDшники пекутся так что получилось что получилось непонятно и вроде бы то кейдж не пропекся сейчас будем разбираться что случилось да почему ой какой кейдж говорю не пропеклись нормально а не пропеклись они по той простой причине что TurboSmooth у нас не был то и выгружен я забыл о такой важном моменте что так где он тут HiPoly модель когда выгружаем HiPoly Norm здесь есть стоит такая галочка как TurboSmooth она означает что если экспортер видит в стеке модификатор TurboSmooth то он его игнорирует и как бы бомбит если эту галочку снять то моделька будет она именно как HiPoly модель вот с таким вот большим полигонажем то есть теперь если мы откроем Marmoset мы видим что у нас HiPoly модель она реально HiPoly модель так значит это мы DirectX будем печь текстурка размером 1024 на 1024 нажимаем Bake и теперь нам надо пропечь OpenGL то есть мы выбираем режим 3D Studio Max размер 1024 на 1024 но вот здесь вот название мы поставим 0.GL Bake открываем файл смотрим вот наша ну тут же все автоматом подгрузилась вот наша карта нормали как видите все классно произошло теперь давайте сюда же сделаем копию только подключим DX подгрузим подгрузим ту же самую текстуру но не OpenGL а DirectX ничего не меняем те же самые настройки и пишем DirectX ok назначаем на эту модель и мы видим что у нас тут произошел какая-то фигня то есть определенные углы пошли нормально другие углы пошли ненормально как это исправить исправляется очень просто флипаем канал Y то есть зеленый канал и у нас получается все нормально разбираем почему так произошло давайте закроем оба файла открываем файл DirectX и файл OpenGL так TempExport я возьму скопирую и вставлю поверх значит вверху у нас находится OpenGL внизу DarkX чтобы понятно было и смотрим по каналам красный канал одинаковый а зеленый канал как видите разница ну а синий канал по моему тут он одинаковый тоже никак не меняется еще раз красный канал OpenGL DirectX никаких изменений нет зеленый канал OpenGL DirectX то есть то что я рисовал получается что OpenGL у нас вид снизу а DirectX у нас освещение идет отсюда прошу прощения не отсюда а у DirectX освещение идет наоборот вот отсюда то есть свет падает отсюда и вот отсюда ну скорее всего это связано с тем как я уже говорил что нулевой пиксел здесь в OpenGL а у DirectX нулевой пиксел здесь рассчитывается а у OpenGL ну в виде сверху так что для того чтобы из другой программы взять другую карту нормали который был вот такой вот артефакт то нужно взять и поставить галочку Flip Green Canal и тогда у вас получается все нормально еще один момент в котором появляются артефакты это то что у нас бывает неправильная гамма значит давайте включим гамму гамма вот это enable гамма good correction и попробуем сейчас этот момент сделать значит bump 100% где у нас тут нода NormalBump а в NormalBump у нас Bitmap и в Bitmap OpenGL Normal вот она назначаем display material realistic with maps и получаем что у нас вроде как бы все отлично но тем не менее получается вот такие вот артефакты для того чтобы нормально загрузить эту модельку нам нужно указать что мы будем модельку грузить в гамме 1.0 и как только мы подгружаем в гамме 1.0 все у нас получается отлично что это такое на что оно влияет значит смотрите гамма это грубо говоря высветление вашей картинки а информация в файлах у нас хранится ну грубо говоря в гамме 1.0 то есть ваш цвет он высветляется если мы сюда добавим ну такой вот ColorCorrect так это у нас по-моему вот это вот да там где-то было гамма ну в принципе экспозиция гамма по сути все равно видите у нас получается мы добавляем сюда ну допустим там гамма там 2.2 или какая нет 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 прошу прощения фотошоп не мой редактор я больше по трехмерной графике вот здесь есть image adjustment экспозиция и вот гамма correction если мы ставим гамма 2.2 мы получаем вот такую вот картинку соответственно в канале вот у нас одна картинка вот вторая картинка в каналах мы получаем вот такую разницу то есть то что было темным оно становится более светлым соответственно у нас получается съезжает средний пиксель что ли видите он становится светлее то есть мы нашу картинку как бы наклоняем больше вправо на зеленом канале мы как бы наклоняем ее вниз то есть вот эти пикселы более белые а эти пикселы более черные что в общем то ну неправильно поэтому если у вас возникают артефакты а вы уверены что запекли вы все нормально то нужно проверить то как вы подгрузили в ваш 3d пакет карту нормали если вы используете гамму коррекцию работаете в srgb то конечно карту нормали нужно грузить в гамме 1.0 если вы используете подгрузили в гамме 1.0 можете попробовать в гамме 2.2 можете попробовать отключить эту гамму собственно почему я стараюсь работать в гамме 1 вот и тогда у вас в общем то все будет нормально поэтому ответ на вопрос вот этому парню о том почему вот так вот все происходит тут либо нужно инвертировать зеленый канал либо проверить как вы сохранили вашу текстуру возможно вы сохранили ее в другой гамме в более темной либо в более светлой так еще один вопрос это вопрос по поводу рисования шелла рисование карт нормали то есть например вам совершенно необязательно бывает в хай поле модели любого поле модели делать какие-то как бы это сказать ну допустим вы хотите не знаю там какой-то провод здесь вот провести то что он отсюда вот сюда идет розетка и вилка они у вас здесь нарисованы вам не обязательно его отмоделивать вы можете его просто нарисовать по сути что такое провод провод это давайте я короче это закрою оно не надо добавлю новый слой допустим у нас это черный мы можем нарисовать карту нормалей ну не карту нормалей мы можем нарисовать карту высот то есть черный пиксел это самое дно белый пиксел это самая высота если мы возьмем например 1 пиксель ну 1 пиксельную текстуру да и белым цветом нарисуем какую-нибудь вот такую вот линию давайте все таки я потоньше нарисую вот так вот чуть выше надо поднять ее не совсем попал так вот видите я без подготовки работаю поэтому все все в реалтайме получается у нас вот немного я ее разблюрю вот это у нас получается карта высот если я ее при помощи фильтра например xnormal hate to normals при как это сказать сконвертирую в карту высот то я могу при помощи например режима смешивания overlay добавить ее на свою текстуру сохраняюсь и на объекте я теперь вижу что моя моделька она получила вот такую вот вот как это ну высоту добавочную да вот при этом нужно правильно соблюдать как это сказать то свет и тень смотрим канал красный канал свет у нас если у нас это выпуклость то свет должен падать снизу ну мы его можем инвертировать а у нас получается нет это красный канал это справа налево то есть у нас если свет падает отсюда то мы должны его инвертировать determined было все правильно зеленый канал у нас свет падает снизу а у нас получается у нас как бы свет падает сверху вот теперь теперь посмотрим в Максе то увидим что у нас, в общем-то, все правильно работает. Добавим сюда источник света Standard Light, Omni, Включение. Так, и надо включить режим Realistic или High Quality. Вот, как видите, теперь все правильно реагирует на нашу тень. Выпуклость, впадина. Вот. И, значит, что я хотел сказать, то, что если вы вот таким образом добавляете свои карты нормали, правильно проверяйте, куда оно у вас расположено. Ну, то есть, где будет расположена светлая или темная сторона. Потому что если у вас она будет неправильно расположена, то смотрите, что вы можете получить. То есть, ну, к примеру, вы сделали какую-то заклепку или еще что-то и думаете, а вот я сейчас сделаю ее копию. Если вы эту копию возьмете и, скажем, вот так вот развернете, ну, вот так вот, да, казалось бы, ничего не изменилось. Но, тем не менее, у вас направление, как этого, теней, оно уже изменится. То есть, правильно нужно такую же самую линию нарисовать черно-белую и ее сконвертировать в карту нормали. Но никак не взять вот эту вот готовую карту нормали и просто наповернуть на какой-то угол. Демонстрирую. Сохраняю. Возвращаюсь в Max и... Так, где она тут находится-то у меня? Ага, вот она. И вроде бы то все нормально, но, тем не менее, не все нормально. Вот здесь, вот видите, у меня освещение идет с этой стороны. Вот эта сторона светлая, вот эта темная. И вот здесь вот светлая, а тут темная. Вот, поэтому это, ну, неправильно. Нужно заново взять, вот это вот удалить, создать заново, допустим, там черный слой. Так, я не снял выделение. Черный слой. Нарисовать белое что-то и фильтром сконвертировать. Я использую, кстати, ну, если кому-то интересно, я использую программу X-Normal. У нее есть пакет фильтров, которые добавляются сразу в Photoshop. Можно печь в X-Normal, можно печь, ну, где угодно. Просто я фильтры, вот именно для конвертации, я использую здесь. Еще, кстати, есть для конвертации черно-белого в цветное изображение стандартный фильтр Photoshop 3D Generate Normal Map. Я настроек тут не знаю особо, но что мне не нравится, он добавляет какие-то такие градиенты. Ну, как бы фиг с ним, это можно, поразбиравшись в настройках, выяснить. В режим overlay я его кладу и смотрите, что получается. Сохранил. Посмотрел. Ну, за счет того, что здесь появился градиент, здесь такой вот как подъем, но тем не менее он работает. Добившись нормальных настроек, под настроив его, можете получить вот такой чистенький результат. Я просто недавно переустановил Photoshop, настройки все слетели, поэтому уж извините, в настройках Photoshop вот этих вот по созданию 3D я не буду сейчас разбираться. Да, и проверьте, правильно ли у вас красный и зеленый канал. Прочекали. Хайлайт справа и хайлайт снизу. Значит, все нормально. OpenGL формат, все работает. Так, и еще один вопрос. Это был по поводу того, что у нас есть иногда вот такие вот диагональные шевы. Значит, я всегда стараюсь карты нормальной делать таким образом, ну, вообще текстуры, развертки, чтобы вот эти вот области, углы, они были всегда параллельны, ну, координатам иксу или игреку. Почему? Потому что, когда у вас, давайте будем смотреть на модельку, конкретную модельку, убираем. Вот это вот. Так, давайте сделаем копию. Обзовем ее Rotate. Так, это не та моделька, ну, да ладно. Давайте ее просто брейкнем. Так, вот упакуем. И теперь я хочу повернуть модельку на какой-то угол. Значит, для чего я это делаю? Иногда начинающие новички... Не всю, не всю, не всю хочу ее разворачивать на какой-то угол. Давайте повернем вот этот Shell и вот этот Shell. Вот так вот как-то. Так, чтобы долго не мучиться. Ну, вот где-то вот так. Значит, что я хочу этим показать? Бывает, вы автоматом пакуете модельки и какие-то, как бы это сказать, Shell, которые имеют... Сейчас, одну секунду, приберу. Они у вас вот такие вот. Ну, скажем, конус, он у вас разворачивается по умолчанию вот в такую вот модельку. Я стараюсь ее вот так вот не оставлять, а стараюсь ее преобразовать в прямоугольник. И развернуть таким образом, чтобы вот эти вот линии, они были параллельны общемировым тайловым этим осям. Либо этой, либо этой. Значит, почему? Когда у нас вот так вот моделька развернута, ну, на какой-то угол, то на каждый пиксел у вас приходится гораздо больше пикселов, чем нужно. Смотрите, если вот здесь вот у вас на вот этот загиб уходит, допустим, раз, там, два пиксела. Один чуть-чуть более темный, второй вообще темный. Ну, и тут, соответственно, чуть-чуть темный и чуть-чуть более светлый. Ну, как бы такой градиентик получается. Один пиксел, второй пиксел, два их, да? То вот тут вот добавляется еще алиасинг такой, да? Черный пиксел, потом белый пиксел, который сглаживается одновременно и с этим пикселом, и с нижним, и вот с этим, и вот с этим. И угол, который запекается вот здесь вот, он получается менее аккуратный, то есть он будет более толстый. Давайте я сейчас продемонстрирую, и вы поймете. Так, вот так вот мы сохраняем. Отколлапсим все. Давайте обзовем его ROTATED. Вот, я сделаю такую же самую модель, но еще и копию ее. Так, это у нас... Что у нас тут много всего посоединялось. Значит, ROTATED и ROTATED. Это вот она. Открываем RENDERING RENDER TO TEXTURE. Так, у нас здесь будет рендериться HIGH-POLI модель. Так, RESET CAGE. Чуть-чуть подняли его. Будем запекать карту нормалей, обзовем ее ROTATED. И какую-нибудь, допустим, текстуру запечем в низкого разрешения RENDER. И давайте эту текстуру теперь наложим на нашу модельку. Открываем редактор материалов. Давайте сделаем копию. ROTATED Так, что-то не вижу результата. Почему? Потому что невнимательность. Потому что я указал запекать с другой модели. с хардката. Так, тогда еще раз делаем перезапекание. Размер 256 на 256, чтобы больше были видны артефакты. И теперь запекаем. Вот, а теперь смотрим. Так, где-то у нас тут появились артефакты. Почему? Что-то у нас было, наверное, не разрезано осталось. Ну, это особо-то и не важно, наверное. Значит, давайте смотреть, где у нас UV. Ага, ну да, здесь было не разрезано. А где наша поверхность? Вот она, на которую нам стоит посмотреть. Как видите, здесь появилось, ну, не знаю, как вам видно или нет, но здесь появился артефакт. Давайте еще меньше размер сделаем. Ну, не артефакт, просто больше пикселов. Так, давайте, давайте, давайте запечем вообще текстуру маленькую-маленькую. Не хочет. Ну, вот здесь вот появился, если видите, вот такой вот муар. Возможно, если вы играете в какие-нибудь компьютерные игры, вот я играю в Warface, и там после того, как заканчивается битва, игроки стоят, как бы это сказать, перед камерой, и там показывается, кто занял первое место, второе, третье место и так далее. Так вот, изначально камера очень близко к игрокам находится. Там виден автомат, который держит в руках очки и так далее. И вот на них всегда видны вот такая вот зубчатость. Вот эта зубчатость получается тогда, когда текстура там низкого разрешения. И вот этот край, он не параллелен этому, как это сказать, блин, мировым осям. А он смещен. Давайте я еще раз какую-нибудь другую текстуру, грань вот эту верхнюю подправлю, чтобы не вращать никуда. Разрежу и вот она. Break. И вот ее постараюсь развернуть. Я вот так вот все в ней смещу, чтобы она сюда влезла. Просто тупо, чтобы влезло. Копия. Копия. Вот здесь вот, видите, появился артефакт. Вот, да, в стандартном режиме отображения появился артефакт. А на других, видите, панелька не повернута никак. Здесь все достаточно гладенько. Давайте для сравнения я возьму такой же самый Mesh, но я не буду никак, как бы это сказать, Attensity менять. Просто вот эти вот боксики, я их разверну как надо. Вот, они никак не изменились по размеру. То есть, то же самое EV пространство на них будет отведено. Так, здесь давайте я копию, скопирую сюда, чтобы было видно, что получается. Тут удаляю Projection. Здесь, это Rotated, это не оно. Давайте ее скроем. А вот Rotated 2, это, наверное, оно. Да, это оно. Вот, ее как раз таки и запекаем. Сюда у нас Projection Enabled. Давайте за мной все-таки. Normal Map. Pick High Poly. Размер 128 на 128. Rotated, но это у нас будет Rotated Node. Рендер. Открываем редактор. Делаем копию материала. Делаем копию материала. Так, что-то оно у нас никак не пропеклось. Что-то, наверное, тут исчезло. Ладно. Так. Училось там, я просто сколлапсил весь стек и не пропеклось. Но здесь я все уже запек окончательно и хочу показать результат. Вот у нас моделька, в которой UV-координаты повернуты правильно. Ну, шилы повернуты согласно мировым осям. Как видите, вот повернутый шил и на нем градиент, он буквально 2-3 пиксела. И дальше идет ровная поверхность. Здесь же у вас получается градиент, там раз, два и там аж три пиксела выходит. Вот такая вот здесь гребенка. И она выглядит не очень аппетитно. Поэтому мой совет, когда у вас текстура низкого разрешения выходит на какую-то модель. А пример такой можно привести какой? Смотрите, у вас есть персонаж, на персонажа есть шлем. И разрешение текстуры шлема такое же самое, как текстуры всего персонажа. Нет такого, что шлем более, у него больше текстурного пространства отведено. На шлеме есть, например, там очки, вырос под очки. И именно в такой ситуации, если на эти очки выходит очень мало UV, ну, короче, текстуры, у вас появляется вот такая вот гребенка. Если у вас там будет, ну, ладно, это если очки, а если это у вас, например, там, а если это у вас, например, там магазин автомата, либо какая-то вертикальная поверхность, то, разумеется, у вас полезет вот такая вот гребенка. Не очень красиво, но что делать? Старайтесь все-таки ее как-то выровнять вот таким вот образом. Старайтесь. То есть, смотрите, если у вас есть вот такая вот деталь конусная, да, и на развертке вот эта вот сторона, она выглядит вот таким образом, частью сектора, то учтите, что вот здесь вот у вас будет множество артефактов. Но этот конус, он, ну, по большому счету напоминает примерно цилиндр, да, то есть, вот верхняя часть, она не сильно ужата, можно вот этой вот ужатостью пренебречь. И если есть такая возможность превратить ее в четырехугольник, ну, сделать, кто нажал, вот это вот, превратить ее в четырехугольник, то постарайтесь это сделать. У вас на большой грани, вот, ну, на вот этой вот поверхности будет гораздо меньше артефактов, чем если бы было, когда была развертка вот такой. И еще хочу сказать, что когда вы раскладываете подобную модельку в прямоугольник, вы значительно экономите время. Ну, на этой модельке, конечно, не сильно можно все это показать, но если у вас было бы, к примеру, да, давайте я сделаю цилиндр. Так, вот это и вот это вот удалю, а конус я сделаю вообще, ну, где-то вот такой вот. То есть, вот такой модельке уже на развертке, а, не буду показывать, на развертке будет, она, ну, она, короче, будет уже вот такая вот. Вот, то есть, занимает она фактически-то у вас, ну, овер дофига места на UV. Видите, сколько? Как только вы эту модельку, ну, этот shell разложите вот в такую линию, пусть даже вы ее там поделите пополам, и вот эту вот часть можете сюда сверху вот так вот положить, вы сразу же экономите гораздо больше места. То есть, если вы модельку раскладываете, состоящую из прямоугольных деталей, и у вас попадается один вот такой вот серп, да, то разложив этот серп в такие вот прямоугольнички, вы мало того, что выровняете вот здесь вот шейдинг, избавитесь от артефактов, которые я вот тут вот показывал, так вы еще на UV, в пространстве, сэкономите огромное количество места. А это, запомните, это очень хорошо, это очень полезно. Вот, на этом я полагаю, что разбор типичных ошибок и того, как их исправлять, можно, наверное, закончить. Если есть какие-то вопросы, пишите комменты под видео, вступайте в группу ВКонтакте, пишите в Директ, в Скайп, либо в Телеграм, ищите меня, можете на Фейсбуке найти, написать вопрос там, разумеется, я отвечу. Если вопрос короткий, я постараюсь на него буквально пару слов ответить. Если вопрос будет длинный, мне будет интересен, если его будут задавать мне много людей, или если я знаю, что этот вопрос мне и так уже задавало кучу народу, то, скорее всего, я еще раз распишу его, но запишу уже такое вот видео. Вот, ну что ж, я надеюсь, это было видео вам полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, ссылочка в описании. Если вас интересует индивидуальное задание по трехмерной графике, пишите, договоримся. А сейчас пока, 73, bye-bye.